Сделать счастливым каждого ребенка – главная задача отдела опеки администрации Мирненского района. Рейды по неблагополучным семьям, лишение родительских прав, помощь в оформлении опеки – это лишь часть обязанностей специалистов. На прошлой неделе работники посетили дом ребенков в Светлом. В Крим присоединилась съемочная группа наших коллег о том, как живется малышам без родителей, расскажет Наталья Николаева. Здравствуйте! Мы к вам. В этом доме гостям всегда рады. Неважно, пришли они сюда с подарками или просто с открытым сердцем и добрыми словами. В детской игровой уютно и тепло, много игрушек. Малыши с удовольствием делятся последними новостями, показывают, чему научились. В дом малютки попадают дети с рождения и до 4 лет. С 4 до 18 лет мы детей помещаем в Харасхал. В основном это дети из неблагополучных семей. Вообще на территории Мирницкого района непосредственно в отделе по опеке и попечительству состоят 70 таких семей. Двое самых маленьких тихо посапывают в своих колыбельках. Это сейчас малыши сытые, довольные и ухоженные. Большинство из них попадают сюда в запущенном виде. Напуганные, закрытые, беспокойные. И судьбы их чем-то схожи. По тем или иным причинам дети остались без родителей. Дети к нам поступают в очень запущенном состоянии. Дети прям очень напуганные, грязные. У них нет никаких навыков самообслуживания, общения. Сюда вот эти дети поступают, сразу начинают разговаривать. Начинают, в смысле, садиться на горшок. Умываются сами, заправляют постель. Все же помогают воспитателям. Коллектив дома ребенка небольшой. Всего 8 человек. Этого достаточно, чтобы сделать жизнь маленьких детей благополучной. Но, увы, не счастливой. Все малыши ждут маму и папу. Очень хочется верить, что наши дети, которые находятся сейчас в доме малютки, и которые ждут свою семью, своих родителей, хочется, чтобы они попали в такие семьи. У нас очень много таких примеров, когда дети попадают в очень хорошую семью. Сейчас в доме ребенка 9 детей. 8 из них здесь находятся пока временно. Если родители поменяют свое отношение к жизни, возьмутся за голову, то ребенок вернется обратно в семью. И такие примеры уже есть. Наталья Николаева, Артур Коликов, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует. Продолжение следует.